всем привет у микрофона я машин верно и вы слушаете настоящее интервью сегодня у меня в гостях один из самых заметных капитанов снг дота сцены скрин привет расскажи пожалуйста о том как ты собирал команду которая впоследствии превратилась в первый состав элемент кто в ней был изначально и кого бы ты помимо себя отнес к основателям коллектива привет поначалу были я за икс и йоку вот можно назвать нас основателями потом мы добрали генерала у которого не получилось империи и сидова который тогда был fantastic five которые не показали никаких результатов поэтому он согласился попробовать посмотреть что как и чем были вызваны эти первые замены в составе ну замены были то есть седой он поиграл один турнир все-таки пошел играть с друзьями потом мы взяли рмм вместо него поменяли там роли далее у нас был состав за икс рмн которых мы сменили рмн и мы сменили потому что он случайно принял приглашение на мейджор за тим ликвид как бы смешно это не звучало а за икс не все игроки хотели продолжать играть вы смотри йоку он до этого играл в импайр сначала играл на оффлейне потом начал заявлять свои права на мид в итоге у вас он играл на карри насколько я помню но с приходом ли дано опять пересел на оффлейн были с этим какие-то трудности и как он вообще воспринял вот эту необходимость новую сменить роль но пересесть на оффлейн он сам предложил то есть он сказал что не хочет играть миду что если лидан будет на керри то есть он не против играть оффлейн чтобы генерал продолжал играть миду довольно интересно учитывая то как он сражался за право играть в миде в импайр ну видимо поиграл ему было неудобно поэтому вот так принял решение такое как вообще вы можно сказать нашли лидан или он вас нашел то есть вот с того момента он стал там фриагентом после кика svp как вообще связались и как нашлись нам нужен был плюс за место zx собственно поэтому я как бы занимался ставом и как раз я начал смотреть какие варианты у нас есть я предложил лидана то есть все были согласны и поэтому я решил его позвать в команду ну и собственно даже с ним пересекался на дрим хаки который был в начале декабря я так понимаю что вы уже на тот момент находились в организации элемент на тот момент когда вы брали лидана да как вообще вы присоединились к этой организации опять же кто кого нашел кто привил инициативу в этом вопросе я увидел объявление на про доте то что там организация ищет состав оно было написано олэшем который довольно известный человек комьюнити поэтому я связался с ним по skype и то есть узнал что вообще к чему поподробнее он сказал что организация хорошая то есть там все дела он рассказал что к чему поэтому я решил оставить заявку собственно мою заявку просмотрели и связали со мной после некоторых переговоров мы решили что состав буду собирать я вокруг меня то есть какой я захочу абсолютно любой кстати интересно я не знала то что было вообще это объявление на про доте а ты не знаешь большой был вообще ажиотаж большая конкуренция была у вас много людей ли там подавали заявки и так далее заявок было насколько я знаю очень много тем не менее как бы выбор был сделан в пользу меня и я собрал состав который у нас был за то время что ты играл ты сталкивался со мной может не со многими но с несколькими организациями точно ты можешь сказать чем или менс принципиально отличались от них за месяц нашего сотрудничества я бы выделил то что элемент достаточно большие средства они могут много реализовывать собственно вот это основное отличие от организации с которыми я имел дело они неоднократно говорили о том что у них там и какая-то тренерская поддержка и насколько я знаю там профессиональные шахматисты тренеры по шахматам там вовлечены в работу организации вам какие-то именно тренерские там услуги предлагали нас по этим поводам не трогали это все было задействовано со вторым составом который них я была плюсы как бы право не образуется не очевидны для всех то для всех всех зрителей слушателей ты получаешь зарплату занимаешься не уровне нравится играешь в доту и тебя команда у тебя есть своеобразная гарантия того что тебя не уйдут хорошие игроки потому что у них есть зарплата не играют в организации но пребывание в организации ну же связано с какими-то минусами то есть тебя есть какие-то обязательства перед спонсонами каких организации требуют чтобы игроки принимали участие в фотосессиях, давали интервью, хоть медийную активность проявляли. В каких-то организациях вообще менеджмент навязывает состав игрокам и так далее. Что бы ты назвал из минусов пребывания в организации, что реально давит на тебя, например? Именно с этой организацией я бы не выделил каких-то таких очевидных минусов, кроме как процента, которым мы должны были делиться от какой-то определенной суммы. Что к чему, я как бы не буду рассказывать, соответственно. В целом я отношусь довольно спокойно к этим всяким медиаплане, мероприятиям и прочему, потому что я понимаю, что должен что-то делать в ответ, когда организация мне что-то предоставляет все условия для игры, собственно. Доподлинно это неизвестно, но говорят, что в некоторых организациях как в СНГ менеджмент давит на игроков в плане выбора состава, то есть люди, которые не играют в соревновательную доту, они пытаются каким-то образом влиять на формирование игрового состава. Как ты думаешь, разумно ли это? Ну, очевидно, что это глупо, как минимум, потому что человек, который занимается подбором состава, он должен хорошо понимать, собственно, игру, в которой этот состав создается. Поэтому, чтобы собрать максимально сильный состав, надо самому понимать, что к чему в данной дисциплине. Ну, я с тобой полностью солидарна в этом вопросе. Я знаю то, что у вас был буткемп, причем этот буткемп был на уже, можно сказать, популярной базе Cybernated Forge, услугами которой Вега пользовалась, которые рекламировали их на всех фронтах. Так в чем секрет, почему вот команды, уже на моей памяти третья команда, вы, Роксы, Вега пользуются услугами этого буткемпа, что там они такого делают космического? Ну, ничего космического нету, но на самом деле здесь очевидная причина, почему все пользуются услугами этого буткемпа, это потому что конкуренции нету, собственно, у них, потому что других буткемпов, чтобы кто-то организовал буткемпы так же, как они предоставляли, нету вообще организации и прочего. То есть, организация сама может снять квартиру или что-то снять дом и там делать буткемп, но именно, чтобы там уже какие-то люди, которые этим занимаются, такого нету. И то есть, в связи с отсутствием конкуренции, Кибернейтед Фордж пользуется спросом постоянно. Насколько я понимаю, вы делили буткемп с командой Торнадор Окс? Да. Но это никакого дискомфорта не вызывало, в принципе? Вы там часто пересекались или каждый там был по своим углам, по своим комнатам и всех все устраивало? Ну, у нас были разные комнаты, то есть, мы особо не пересекались, когда у нас был игровой процесс, но в целом, в доме, как бы, мы по желанию проводили время вместе, так скажем. А вообще, как ты считаешь, буткемпы это зло или благо? Потому что, после квалификации, в частности, Габлак высказал мнение, то, что квалы прошли команды, которые не буткемпились, и он сделал акцент на том, что им предлагали буткемп, но они отказались, и он даже настоял на том, чтобы команды играли из дома. Как ты думаешь, это вообще резонно или это просто такое совпадение? Я считаю, что все зависит от команды. Если у команды сильный командный дух, то есть, буткемп пойдет явно на пользу, потому что ты в реале, когда будешь видеть друг друга рядом сидеть, ты только будет у тебя игра идти в плюс. А когда у тебя, так скажем, отношения в команде так себе, ну не так себе, а в целом командный дух страдает, нету такой суперкомандной атмосферы внутри команды, тогда, конечно, лучше из дома играть. Если не брать команду, а брать тебя как боевую единицу, твоя продуктивность не меняется в зависимости от условий. То есть, ты одинаково себя комфортно чувствуешь и дома, за привычным монитором и так далее, и одинаково себя комфортно чувствуешь на буткемпе, да? Опять же, все зависит от команды, с которой я нахожусь на буткемпе. То есть, по моему опыту, например, я играл в М5, в М5, когда мы были на буткемпе, мы играли в разы сильнее, потому что там у нас присутствовал очень хороший, сильный командный дух, и все старались в 10 раз больше, чем сидя дома. Тут же, например, в Элементс, если взять, то было наоборот, так скажем. Ну, это, кстати, хорошая тема для обсуждения, мы к ней сейчас постепенно перейдем. Когда к команде присоединились новые игроки, сначала Генерал, потом Иллидан, можно ли было сказать, что у вас был некий готовый коллектив, вот из вас там троих, тебя, Кенгера и Йоку, к которому присоединялись игроки? Ну, готового ничего не было, все крутилось вокруг меня, я как бы думал, что к чему вообще можно сделать, какие варианты в целом есть, еще учитывал отношения игроков друг к другу, то есть кто-то хотел с этим играть, кто-то не хотел с этим играть, в итоге мы собрали вот такой состав, который у нас был. Основа, конечно, вот была я, то есть из-за Икс и Йоку, с которыми, ну, которых я давно знаю, с которыми играл раньше, поэтому как-то отталкивались от нас троих. Многие знают то, что, ну, не то, чтобы многие знают, но в комьюнити есть некие слухи, там кто-то что-то слышал на стримах, кто-то что-то читал на каких-то форумах, складывается впечатление, что у того же Йоку не очень простой характер. Про Элидана там тоже многие наслышанные о каких-то его чертах, после кика в НГ-блок написал на 10 абзацев об этом. А что лично ты можешь сказать о характере тиммейтов? Я имею в виду всех, не только Элидана и Йоку. Ну, так скажем, у большинства моих тиммейтов был очень сложный характер, из-за которого мы не смогли найти в итоге общий язык и нормально контактировать как команда. С кем-то, конечно, у нас были нормальные контакты в команде, то есть с Кенгером, можно сказать, с ним достаточно просто было общаться, играть. Ну, а в целом, вот, из-за сложного характера не смогли нормально контактировать с большинством из команды. Был некий такой момент в вашей командной жизни, когда ты решил отказаться от места капитана и передал это право Элидану. И в связи с этим у меня два вопроса. Во-первых, почему, то есть что тебя подтолкнуло на это, а во-вторых, почему именно Элидан? Не было других желающих? Была сложная ситуация в команде, причем, которая возникла именно на буткемпе, когда мы начали много играть тренировочных матчей, после которой я принял решение, что я не могу в полной мере реализовывать свой капитанский потенциал, потому что не все игроки слушают мои наставления, то есть не все меня так скажем в равной степени уважают мои решения принятые по игре и прочее. Поэтому я решил кому-то отдать капитана. Почему Элидану? потому что Элидан с самого начала как пришел в команду он как-то не знаю очень много говорил информации очень пытался подстроить командную игру под что-то то есть в данном случае под себя скорее всего. Вот поэтому мне казалось что лучше отдать управление полностью ему чем как-то идти поперек него. То есть по сути ты целенаправленно отдавал капитанство ему не было такого что ты сказал все я больше не хочу быть капитана давайте решать там все вместе кто будет да? Нет я такого не сказал я как бы хотел чтобы у нас команда была как команда чтобы у нас был капитан и все остальные его слушали то есть если меня не слушал кто-то и ну то есть не мог вообще в целом слушать я лучше то есть отдам другому человеку которого будут все слушать чтобы все-таки был результат И это работало так как ты хотел все слушали Лидана? Ну по итогу не все ну и в целом не работало как я хотел но по крайней мере я попытался то есть у меня был шанс вот такой вариант что ну у нас было положение безысходное то есть один выход только был я его предпринял вот и все Что бы ты сказал вообще о Болидане как о капитане потому что по моей памяти у него не очень много опыта в этой роли как он справился с координацией там вопрос драфтов мы еще позже обсудим если брать именно какие-то другие капитанские обязанности ну я скажу так что человек не может просто взять сесть на капитанский слот и чтобы у него прям все получалось для этого нужен определенный опыт и понимание раз у нас как бы вариантов не было других и в целом в команде вряд ли кто мог принять еще такую ношу поэтому ну Лидан был лучший выбор после передачи капитанства когда вы уже начали играть квалы ты там у себя в паблике сделал несколько постов в которых говорил что вот это пикуния а ты еще подумайте что я беру этих героев и их многие очень негативно восприняли их люди восприняли просто так как будто ты флеймишь Лидана но насколько я понимаю это было не совсем так поясни пожалуйста на чем ты хотел сделать акцент этими постами ну во первых я хочу сказать что смена капитана была до игр на квалах то есть некоторые думают что я там покапитанил две игры мы там что-то плохо сыграли я скинул обязанности это раз второе почему я собственно так написал потому что в целом мои фанаты и прочие кто следит за мной всегда замечали что я беру что-то нестандартное либо там в целом пик какой-то делаю интересный либо героев для себя беру таких активных которые что-то делают по карте бегают убивают это добавляло зрелищности в целом команде ну и прочее вот я в первую очередь написал этот пост то чтобы от меня не ждали каких-то нестандартных пиков и прочее то есть конкретно я написал что пикает или дан таких героев беру не я вот все что я хотел сказать я не хотел как-то обвинить или дан или что просто хотел донести до людей что эти герои не зависят от меня и чтобы они не ждали привычную игру от меня на моих героях в принципе резонно тем не менее можно сказать что у вашей команды была светлая полоса то есть до нового года вы выигрывали и там даже выигрывали какие-то неймовые коллективы вот в чем был секрет вашего успеха вот вы такие чисто собрались позавчера грубо говоря сменили игрока и вот вы там приходите на равных с какой-нибудь вегой деретесь и так далее в чем был секрет ну как минимум не было еще того напряга который случился под конец уже существования коллектива то есть в начале все как-то спокойно начали играть присматриваться друг к другу и прочее ну и как это обычно бывает то есть слушали одного человека капитана меня вот но постепенно с каждым днем там нарастало все такое напряжение что ли сказать ну и в целом диктатура шла от игроков то есть возьми мне того возьми там того я не хочу так играть давай играть так и в целом мой капитанский потенциал угасал со временем пока полностью не угас я не передал капитанство потому что ну чтобы реализовать полностью мои задумки моих героев надо чтобы 100% то есть пикал делал я ну там чем мне команда постоянно наговаривала тем не менее большинство всего делал я в тот момент когда мы что-то выигрывали ну в плане пиков конечно и капитанства вот поэтому я думаю у нас был хороший результат то есть не было каких-то разногласий и прочего ну в целом даже не знаю я что-то слушал от игроков но все равно большинство принятых решений делал я в игре мы там заняли топ-2 на квале марс дота 2 лига то есть в китай где проиграли спиритом 3-2 ну вот мне кажется после этого момента у нас вот так все пошло вниз спад такой ну хорошо перейдем к финальному этапу существования вашей команды непосредственно к дисбанду после того как все это случилось и ты и Илья вы тоже там что-то высказывали на своих страницах в социальных сетях и вы оба высказали такую фразу интересную сказали команда не команда что именно ты вкладываешь в это ну я вкладываю в это как минимум командное взаимодействие ну и собственно командный дух то есть у нас не было ни того ни другого все играли по одиночке так и не смогли стать полноценной командой я потому что сделал акцент когда собирал игроков на скилл и думал если всех игроков подогнать под команду то есть у всех бы было командное взаимодействие мы могли там достичь каких-то высоких результатов но по итогу мы не смогли все-таки стать полноценной командой и продолжили играть сами по себе то есть у одного свое мнение у другого свое мнение там никто в силах объединить всех в одно русло поэтому как бы так и остались одиночки ты будешь делать сейчас новую команду тоже вскользь об этом упоминал кто-то из твоих бывших тиммейтов остается с тобой на этом пути или вы все окончательно разошлись я до конца еще не знаю что как потому что надо чтобы StarLadder прошел а потом уже думать что к чему точно сейчас сказать ситуацию по игрокам сложно есть какие-то там задумки наработки уже присмотрел кого-то даже со спонсором переговорил есть выход то что можно опять создать состав вокруг меня и прочее то есть ну покажет время что к чему пока что рано говорить кто-то останется со мной кто-то нет ну в целом я сам бы хотел там играть там с одним двумя игроками игроками максимум из старого состава то есть сейчас точно мне не сказать с кем я буду продолжать с кем нет то есть ты допускаешь мысль о том что после старладера нас еще ждет парочка дисбандов скорее всего зависит от результата собственно на этом старладере ну и в целом от желания игроков первые матчи группового этапа уже кончились к этому моменту и в принципе да кто-то может дисбанд я чувствую что касается взаимодействия команды и организации после дисбанда были ли варианты например что вот тот-то и тот-то остается и вы там добираете игроков оставаясь в элемент или организация вас просто как одно целое рассматривала и раз дисбанд то всем до свидания скорее второе и организация просто поставила крест на той концепции которая была у нас то есть онлайн состав так скажем потому что у него в самом начале была концепция такая что они хотят состав который там постоянно играет с Лана там все игры но как у них сейчас второй состав себя проявляет вот такой им нужен то есть который они полностью контролируют там тренера сидят и прочее вот им именно нужен был такой состав мы как бы были были тестовым составом, и поэтому, раз у нас не получилось по онлайн все-таки сыграться как команда, они поставили полностью крест на такой концепции и не планируют в дальнейшем ее проявлять в данный момент. И что ты думаешь по поводу второго состава? Насколько он перспективен и насколько вообще эффективна эта концепция? Если честно, ну, не знаю, концепция может и неплохая, но по составу я бы не сказал, что такой состав именно перспективный. Ты говорил о том, что будешь тщательнее отбирать игроков именно по личным качествам, после того опыта, который ты получил в элемент. А какие личные качества должны быть у игрока? Какой он по личным качествам идеальный тиммейт? Идеальный тиммейт это соотношение скилла и личные качества игрока, которые нужны для игры. Оптимальные такое самое. Собственно, личные качества в чем состоят? Это мораль устойчивость. Ну, в целом, чтобы человек был хороший как бы в общении и прочем. Просто так не минус моралил. Ну, в целом, было бы легко с ним общаться, взаимодействовать. То есть, все опирается именно в то, чтобы с ним было легко взаимодействовать? Или, допустим, важна какая-то суперответственность, супердисциплинированность? Не, ну, дисциплина всегда важна. То есть, ну, мне в первую очередь хотелось бы, чтобы можно было бы спокойно взаимодействовать с человеком, чтобы он тебя мог послушать, там, сделать то, что ты его просишь, а не упираться и там говорить свое или говорить вообще, что я тебя не буду слушать и буду делать свое всегда, как у нас было, собственно. Есть такая теория, вот некоторые игроки высказывают, что вот команда должна быть прямо друзьями. Как ты думаешь, это вообще необходимые условия или достаточно поддерживать здоровые рабочие отношения, а дружба-дружба, а служба-службой? Ну, друзьями стать, это был бы идеальный вариант. Конечно, можно там поддерживать рабочие отношения, там, играть за одну идею, но в целом, если ты становишься друзьями, это тебя обеспечивает долгосрочность состава, как минимум, и в целом, ну, тебе всегда легко найти общий язык друг с другом. А так, если у тебя рабочие отношения, они, как обычно, бывает, дают какой-то сбой через какое-то время, и не факт, что у тебя остается тот же состав, ну, и в целом, атмосфера может упасть до нерабочего уровня, так скажем. Ну, в принципе, да, думаю, у обоих путей есть свои плюсы и минусы. Давай поговорим непосредственно о доте, относительно недавно, можно сказать, Valve осчастливили нас патчем. Насколько тебе вообще нравится этот патч, и насколько комфортна лично для тебя текущая мета? На самом деле, мне не очень нравится патч, потому что его свели, ну, в мету в целом, свели к тупому пушу, то, что ты берешь и давишь врага. То есть, апнули вот этого Чена, там, Ликана, и все постоянно берут пуш, и все пушат в каждой игре. Даже там в пабликах, почти в каждом паблике, берут люди там и пушат просто тебя. И постоянно сейчас дота сводится к пушу и анти-пушу. И что лучше выйдет у разных команд, тот и выиграет. Перед патчем очень многие высказывали свои ожидания. ИНС ждал того, что уберут турп-эффекты, кто-то еще чего-то ждал. А чего лично ты ждал перед новым патчем, но так и не дождался? Я бы хотел, чтобы убрали вот эту глупую мету, ну, то, что ты там стоишь дабл-мит с самого начала, там, помогаешь на линии. Ну, то есть, саппорты, они вообще просто лейн-саппортит, играют чисто на коров и ничего не делают. Я хочу больше активной доты, агрессивной, где саппорты там роумят, бегают. В целом дота активная. Свозится к тому, чтобы убивать героев, а не к тому, чтобы там пушить просто глупо в пятером или там фармить 60 минут. Ну, и как ты думаешь, чем этого можно достичь? Каким-то образом апнуть баунти за убийство? Или как? Да, да. Вот была версия какая-то вроде 84-я, где сильно апнули баунти за убийство героев. Вот. Тогда я очень себя комфортно чувствовал, я бегал ровно, убивал, получал большие деньги. Но в целом комьюнити посчитало это анбалансом. Но это из-за того, что на разных стадиях игры ты мог заработать много денег. Я считаю, что можно было бы оставить такое баунти в начале, а к мид-гейму и лайт-гейму это баунти как бы поменьше сделать. Тогда бы начало всегда нас ждало бы агрессивное. И было бы выгоднее играть бы агрессивно, убивать героев в начале, чем фармить, просто на линиях помогать, добивать крипов с твоим кор-героем на саппортах. Ну, неудивительно, что ты любишь активную доту, особенно в верли-гейме, учитывая твоих любимых героев сигнатурных, в частности, вот, Тускара, Болонара. Если говорить о Тускаре, то как ты вообще для себя открыл этого героя? Что тебя так привлекает в нем и вообще вот в этой агрессивной напористой доте? Я в первую очередь смотрю на героя, который может внести максимум урона и в целом может быстро двигаться, у которого косты не так много стоят, который может кинуть несколько костов за замес, за драку, за ганг и все в этом роде. То есть, я смотрю на килл потеншал в первую очередь, на героя. У Тускара, по моему мнению, самый максимальный килл потеншал. Ну, как минимум был. Его сейчас начали нерфить по-разному, то есть, и за шарды урон меньше стал, и сноубол такой себе. Но в целом, все равно, герой остается хорошим бёрст дэмэджем при правильной сборке, и его можно эффективно юзать, если ситуация того позволяет. Кто на твой взгляд из героев нынешней мете вот реальный имбаланс? ОД, ДП, вот кто, кто по-твоему реально сейчас жёсткий и там ФПшный? На самом деле, Эрспирит с аганимом, очень такой неприятный тип. То есть, если ты берёшь Эрспирит, ты собираешь ему аганим, ты можешь просто повлиять на исход замеса, драки различным способом. Но то есть, если тебе дают вытянуть этот камень и бросить его под свой Т4, это напоминает как Нави в своё время на Инте делали Путчен. Да, да. Вот в этом роде. Но это неправильно и должны рейндж аганима порезать. Ну, бросок именно. Вот. В целом, очень напрягает УД новый, который за один удар стилит 5 Инты. То есть, если он собирают в замесе, там делает ударов 5-6 и потом бросает ульт на всех, очень неприятно. Именно вот это жёсткость, что он отнимает у врага Инт, а не то, что просто себе прибавляет. То есть, это вдвойне хорошая у него получается скилл. Но ДП, ЛД с ними, мне кажется, можно бороться. То есть, они не такие небалансные. В целом, вот всё. На твой взгляд, есть ли какие-то герои, которых ещё не используют, но у которых есть потенциал стать очень жёсткими в этом патче? Ну, вот Омник Найт мне очень нравится. То есть, в текущей мете, там, когда вот этих берут всяких ДП, герокоптер, вот это, массу урон, 5х5 идут. Вот, мне кажется, Омник Найт очень хорошо зайдёт. Его, кстати, начали уже брать в некоторых играх на Старладере именно. Может и скоро начнут его как метагероем брать очень часто. Но в целом, как бы, ещё в начале патча я считал, что Омник Найт очень хорошо зайдёт. А что ты думаешь насчёт новых артефактов? Насколько они юзабельны? Или это что-то вот очень узкоспециализированное? Ну, вот линзу, например, активно сейчас используют, а вот артефакт на рейндж атаки я только на энчантрас, по-моему, увидела. Все эти айтемы ситуативные и делаются исключительно в разных ситуациях на разных героях. Я думаю, что они получат прям такую большую известность и юзабельность в каждой игре. То есть, но на некоторых героях они реально очень жёсткие. Вот та же энчантрас, да, с драгонлендсом этим имеют очень много рейнджа с импетуса и с аганима. Линза на многих таких саппортах, которым надо кинуть скиллы сзади, тоже очень хороша. Типа, тому же омник найту дать хилл и репелл с большого расстояния. Мне кажется, линза реально в каждой игре. Потому что, как ты правильно заметил, она на куче суппортов, причём не важно, сейвящий это суппорт, как венгаг который свапнет, или это инициатор какой-то, там, на каких-то растах линзы собирают, на кучу корту линзу собирают, там, линию делают, зевсую делают. По-моему, реально в каждой игре разве нет? Ну, на самом деле, мне кажется, это зря так её форсят и в каждой игре собирают. Она нужна далеко не всем, кому её собирают, и далеко не в каждой игре. То есть, если у тебя есть герой, которому она реально необходима, ты можешь её собрать. Но, чтобы просто так собирать, потому что вот линза, 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 там, она хорошая, там, говорили мне там кто-то, поэтому не надо её собирать. Просто так, без явной на то причины. Ну, я вообще согласна. И я считаю то, что очень многим инициаторам никакая линза не заменит старый добрый блинк-даггер, который почему-то скипать стали и собирать линзу эту дурацкую. В общем, мы с тобой вскользь уже упомянули Starluder. Давай поговорим о нём. Сейчас, в принципе, там немало команд находятся и TR1 и TR2. Каких результатов ты вообще ожидаешь? Кто, на твой взгляд, победителя не будем предсказывать, но просто кто лидеры, на твой взгляд, на Starluder потенциальные? Ну, опять же, Альянс, который недавно выиграли ВЦА. То есть, я даже с ними играл пару КВ, они очень грозно выглядят. Сикрет можно не списывать со счетов, тоже всегда могут удивить за счёт их капитана. Но, в целом, вот эти две команды хотел бы отметить европейские. регион, на твой взгляд, сейчас выглядит наиболее сильно. Америка, Европа, Китай. Мне кажется, Европа. Вот, они хоть на квалах, как бы, там присутствовало мало команд, но, в целом, если посмотреть, именно с Европы получили прямые инвайты на мейджор, то есть, Сикрет, Альянс, и к ним ещё Ликвид по квалам вышли. Вот, это три такие сильные команды сейчас, самые в Европе, которые могут выигрывать почти всех. Ты знаешь, ситуация, которая произошла с Альянсами, то, что у них задержали рейс. Да, слышал. Как вообще думаешь, насколько корректно поступили организаторы, которые изначально вообще сняли их с турнира? Если бы ты, например, был на стороне организаторов, то как бы ты поступил? Ну, я бы, во-первых, поговорил с ними и узнал точно, то есть, они могут приехать, когда они могут приехать, и не делал бы поспешных решений, как они сделали. То есть, мол, они сильно опаздывают, давайте их вообще заменим, в то время, как они вообще летели там в самолете над Австрией. Это неправильно. Мой взгляд тоже, потому что я уверен, что есть куча фанатов, которые специально ехали в Минск посмотреть на своих любимых альянс, которые очень популярны в СНГ, и, конечно, принимать такие поспешные решения точно не стоило. Можешь ли ты сказать, что у тебя есть какие-то любимые команды, например? То есть, вот, как заителька, вот ты всегда любишь там, о, там, ЕГА катают, пойду посмотрю обязательно. Есть ли у тебя такой коллектив? Ну, я всегда смотрел за Пупеем, какие драфты он берет, то есть, за Team Secret, так скажем. За ЕГЭ, не знаю, мне не особо нравится, на самом деле, их дота, но бывают, приятно удивляют они. Вот как сейчас на StarLadderе, у них был очень хороший пик, то есть, контр-мета. Мне очень понравился вот этот, тот же Omnic Knight против ДП, и все в этом роде. Команды, типа ЕГЭ, и Сикретов, они работают, то есть, у каждого капитана, вообще-то, называется тренер, но на самом деле, своеобразный советник капитана, то есть, неоднократно упоминалось, что вот, ППД сидел с тренером, разрабатывал драфты, вот тебе не хочется иметь такого помощника, единомышленника, который, может быть, какую-то статистику тебя подкидывал бы, вместе с тобой обсуждал бы стратегии, или тебе нравится все делать одному? Ну, было бы неплохо, там, любая помощь, она не так уж плоха, в таком деле, то есть, та же статистика, она очень помогает, в целом, какие-то сделать выводы, ты не сам ее ищешь, а тебе ее сразу дают, упрощает в целом процесс. Давай поговорим немножко об СНГ-командах, как вообще ты оцениваешь именно сцену в нашем регионе на данный момент, кого бы ты причислил к лидерам? На самом деле, СНГ-сцена сейчас очень нестабильная, даже не знаю, кого можно причислить к лидерам. Ну, можно отметить, конечно, Team Spirit, которые отобрались на мейджор, но я бы не сказал, что именно сейчас они такие жесткие, и по сравнению там с топовыми командами, с теми же Secret, Liquid, Альянсами покажут суперрезультаты. Но на самом деле, точно так не сказать, и это все мы увидим по результатам. Выделит только Team Spirit, можно на самом деле. А что думаешь про Virtus.pro? А, ну, Virtus.pro как-то, знаешь, уже не так заметны стали. То есть, они уже сидят тоже на уровне с теми же Secret, Альянс, и довольно долго. То есть, я даже про них говорить не стал. Я вот именно из новичков хотел бы выделить кого-то. Ну да, мне кажется, Virtus.pro они еще просто пропали из поля зрения, потому что они везде получают прямые инвайты. Вот с остальными командами мы смотрим на квалах, как они рубятся, как они где-то играют. А Virtus.pro как бы сидят, получают инвайт на турнир, и мы их там видим на каком-нибудь мейн-ивенте один раз там за месяц. И все, и хайп пропадает команде по итогу. Ну да, игр у них очень мало. То есть, если игры эти есть, то на каких-то там турнирах топовых или ланах, и особо даже не последить за ними нормально. По итогам квал, есть ли какая-то команда, если не брать, конечно, твою команду, с которой ты играл квалы, команда, которую ты ожидал большего? Ну, от Empire я явно ожидал большего. Думал, что они все-таки выйдут с первого места со своей группы, и в итоге пройдут на мейджор. Думал, что все-таки Liquid'ов перерубит какая-то кис-команда, но в итоге все-таки именно Liquid'ы прошли первую на мейджор. К сожалению. В целом, вот, выделил бы Imperium. Что вообще думаешь об их нынешнем составе? Насколько он может быть перспективен и продуктивен? И, как думаешь, есть ли у них потенциал сохранить его после неудачных квал? Ну, выделил бы хвоста в этом составе. Именно он вносит большой импакт, так скажем, за счет которого они сейчас показывают тот уровень, который показали на квалах. То есть, он очень хорошо отыгрывает на кэре и в целом опытный. Я думаю, он очень много дает инфы, что к чему своему капитану и в целом команде, как играть. Состав скорее всего не сохранят, потому что, ну, в целом, нет смысла что-то менять сейчас, именно сейчас. Вот, после мейджора, возможно, если что-то будет не устраивает. Ну, и сейчас даже надо смотреть на предложения, если которые будут, там, смотреть, какие игроки будут и все в этом роде. После мейджора будет последний момент, когда игроки смогут поменять составы до интернешнала. То есть, в том составе, который они комплектуют после этого мейджора, им надо будет поехать на летний мейджор и потом еще на интернешнл. То есть, ставки нереально высоки. И, по сути, чем раньше ты можешь начать искать игроков, именно для вот этой вот Dream Team, с которой ты на Инн собираешься, тем лучше. И мне кажется, что есть некий риск, что все начнут жестоко шафлиться уже вот сейчас, потому что до мейджора остается много времени, а после него будет очень маленькое окно для утверждения состава. Те так не кажется? Ну, на самом деле, я уже разговаривал с несколькими игроками, они говорят тоже, что раз скоро будет лог на 6 месяцев, то ничего неизвестно, ничего не понятно и надо решать это уже будет ближе к делу, на самом деле, как они говорят. Поэтому, в основном, мне сказали, что сейчас что-то менять нет смысла и лучше уже подождать этот мейджор, чтобы потом уже точно собрать команду из тех игроков, с которыми ты готов играть такое продолжительное время. Ну, и, собственно, начать играть вот эти все 6 месяцев. Ну, в принципе, звучит разумно. Главное, за эти 6 месяцев не разругаться, не убить друг друга и так далее, спокойно дожить до интернешнл. Я думаю, мы можем уже заканчивать нашу беседу. Может быть, ты хочешь кому-нибудь передать приветы своим фанатам, бывшим и будущим тиммейтам, что-нибудь пожелать им. Ну, хотел бы передать привет всем фанатам. Спасибо за вашу поддержку. Я ее очень ценю. Спасибо тебе большое за интервью. Удачи тебе с поиском новых игроков, которые будут тебя устраивать по всем параметрам. И удачи на будущих турнирах. Спасибо. А я напоминаю, что вы слушали настоящее интервью. С вами была я, Маша Инверна и мой гость Скрин. До новых встреч и не забывайте подписываться на наш канал. Субтитры сделал DimaTorzok